Час Его. Благословите друг друга. Вы благовестник, который спасает эту эпоху. Давайте взирать и смотреть на дела, которые творит Господь. Господь нас призвал чадами света на те все места действия, которые во тьме находятся. И благословляю, чтобы вы получили силу через это богослужение, и чтобы вы наслаждались благословением и видели свидетельство того, что через вас, благодаря вам, сокрушаются все силы тьмы на тех местах действия, на которых вы находитесь. В течение прошлой недели в нашей церкви была специальная неделя, утренней молитвы за ремнантов и вместе с ремнантами. Мы готовимся также к такому новому тренду в мире. Это пятница, суббота и воскресенье. То есть выходные — это не просто суббота и воскресенье, а три дня включительно. Мы готовимся, получаем Божье водительство для того, чтобы наша церковь стала такой церковью, куда хотят приходить ремнанты и семьи. Был также один верующий из другой церкви, который посетил школу проповедования церкви, и ему очень понравилось. Он приятно был удивлен, что в пятницу, даже это будний день, но в пятницу люди собираются вместе, прославляют Бога и посвящают свое время для того, чтобы наполняться Словом Божьим, наполняться силой Божьей, получать Божье водительство. Поэтому я, смотря на наших ремнантов, также в церкви, то очень радуюсь тому, что они обретают силу и они имеют определенную такую гордость того, что они ходят и, можно сказать, как бы принадлежат, но ходят в церковь Хана. То есть их принадлежность это здесь, в этом городе и на этой земле, это церковь Хана, это эта церковь, и они имеют определенную гордость и им нравится то, что они являются прихожанами этой церкви и их родители также. И, смотря на нашу церковь, я также вижу, что через нашу церковь, через следующее поколение, через наших потомков, я вижу, как уже совершается то Слово, то желание Божье, что через них будет происходить спасение эпохи, через них будет происходить Божье действие. И я молюсь также, чтобы все наши верующие, и особенно учителя, которые работают с ремнантами также, чтобы они могли иметь единство, чтобы они также объединялись в команды, для того, чтобы можно было следовать Божьему водительству и идти самим в том направлении, которое Бог желает, и чтобы направлять тех людей, которых Бог доверяет, особенно ремнантов, следующее поколение детей, чтобы они также могли идти тем путем, который Бог приготовил. В нашей церкви есть много разных типов людей, типов верующих, есть также, как мы говорим, дети третьего поколения, это ТСК, дети третьей культуры, правильно так сказать будет, то есть это те, у которых родители либо же оба иностранца, либо же кто-то из родителей иностранец, поэтому для них получается и Корея, это корейская культура, не их культура, и своей страны это не их культура, то есть они, как получается, дети третьей культуры, поэтому с ними также важно иметь хорошее служение, чтобы они не упускали, не теряли свою идентичность. И также команды, которые у нас в нашей церкви есть, которые работают на разных местах действия, с разными людьми, есть такие команды, которые разные темы молитвы приходят, и также в одном месте они делают сейчас как и в Нонгконг, и в других местах также есть, где ведут служение с ТСК, с детьми, и мы также сейчас собираем там пожертвования определенные для того, чтобы сделать ремонт в тех помещениях, зданиях, которые они арендуют, чтобы вести там такие, как академии, после школы занятия, чтобы проводить с детьми, помогать им, такие, как центры. Очень важно нам молиться за наших детей, и мы даже сами не знаем, что если действительно Слово Божье войдет в ремонтов, войдет в сердце, то какое Божье действие будет через них, мы даже не можем представить. Когда мы смотрим Самуил, то когда мы видим, что в те дни, когда уже, когда Самуил, он был уже в храме возле Ковчега Завета, то Илья, который был на тот момент священник, уже Бог не приходил к нему и не давал ему Слово, и причина была, потому что уже тьма действительно покрывала и даже семью через семью священника. Но сказано, что Самуил, он всегда был в Доме Господнем, и то, что он всегда был возле Ковчега Завета, и он всегда, когда спал, он также спал там рядом возле Ковчега Завета. И поэтому я молюсь, чтобы в нашей церкви поднялись такие же ремонты, как был Самуил, которые в своем сердце держали Слово Божье, которые ждали и хотели слышать голос Божий, хотели понять и узнать, что действительно Бог желает в отношении меня, какой Бога план есть в отношении меня, что Бог желает изменить в эту эпоху, какое будущее Бог приготовил. Когда мы смотрим также Римлянам 16 глава и видим Павла, были также такие ученики, которые ради евангелизации Рима, ради евангелизации мира, которые полагали свою жизнь ради Павла также. И Павел также, он сам непрестанно молился и постоянно полагал свою жизнь для того, чтобы совершилась евангелизация Рима, потому что его видение также было «я должен видеть Рим», и «я должен предстать пред Цезарем». Поэтому, чтобы поднялись действительно такие благовестники, которые будут полагать свою жизнь, и поднялись такие люди, которые будут их поддерживать. Поэтому мы молимся, и наше служение в том, чтобы следующее поколение, чтобы среди нас поднялись такие люди, которые будут такими же, как Павел, такими же, как работники римлянам 16 главы. И так как ремнанты, мы говорим о тех, которые, как еще в возрасте детей, подростков, очень важно, кто рядом с ними находится, очень важно, что они видят, что они слышат, потому что это не просто через какие-то поучения, через какие-то слова даже. Конечно же, это важно, то, что они слышат, но очень важно, что они видят, что они испытывают, кто рядом с ними есть. И они, смотря на жизнь нашу, как мы видим жизнь веры, они также видят, что действительно является силой, что действительно истиной. То есть то, что мы просто говорим, или то, действительно, что внутри нас есть, и то, как мы хотя бы стараемся жить, к чему мы стремимся. Потому что это очень важно, чтобы та сила, которой мы наслаждаемся, как от Ильи к Елисею, перешла точно так же от нас, к следующему поколению, к нашим детям и к тем ремнантам, которых Бог прилагает к нам, даже если они не наши дети. Поэтому сегодня, сегодняшнее слово — это люди, имеющие свет жизни внутри себя. либо же имеющие свет жизни. И время, тот возраст, возраст ремнанта, в то время, когда еще дети, они являются детскими или подростковыми возрастами, это очень важное время, когда можно можно обрести правильную сущность, которая поможет им иметь духовную систему, и сформировать такие привычки и сущность евангельской элиты, чтобы можно потом получить Божье использование, Бог мог действовать и спасать через нас и через этих ремнантов мир. в то время, когда мы слушаем Слово, мы знаем, что Слово Божье, оно живое и действие, поэтому точно происходит действие в наших мыслях, в нашем сердце. Поэтому время, когда мы слушаем Слово, время, когда ремнанты, они являются ремнантами в том плане, что они еще в возрасте детей, в возрасте подростков, это может быть единственный шанс и может быть действительно последним шансом, когда можно вложить в них, когда они могут испытать действительно силу Евангелия и заложить основу для своей жизни. Мы живем нашу жизнь, и в нашу жизнь приходят большие, маленькие проблемы или трудности. В этом мире всегда есть какие-то проблемы и трудности, поэтому невозможно так жить, чтобы их не было. Но очень важно то, что внутри нас есть, какая сила внутри нас есть и как мы смотрим на это, и как мы научились, как мы уже испытали, что если даже в маленьких каких-то трудностях или проблемах мы сами и наши дети в наших семьях смогли увидеть, что даже когда какая-то проблема приходит, то это является путь к благословению. И что в любой проблеме, которая приходит, у Бога есть уже план, как эту проблему сделать так, чтобы это было на благо нам, потому что любящим Бога все содействует ко благу. Поэтому очень важно, чтобы мы сами с вами наслаждались той силой, которая есть в Слове Божьем, которая есть в Боге, могли не впадать в какие-то сомнения, не впадать в конфликты, не впадать в неверие. Но как это возможно? Это когда мы будем действительно каждое утро, каждый день начинать со Слова Божьего. И тогда мы сможем иметь благодарность в сердце. Когда мы смотрим Ветхий Завет, Новый Завет, людей, которые описаны в Библии, то они не знают... Были случаи, когда они не знали, еще не понимали, например, почему пришла эта проблема. Но несмотря ни на что, они оставляли, сохраняли в своем сердце благодарность Богу и доверяли и верили, что у Бога есть план. Поэтому, смотря на людей веры, которые описаны в Библии, нужно точно знать, точно... Это видно, для этого нам и записаны все эти истории жизни, свидетельства этих людей, для того, чтобы мы увидели, что как тогда Бог действовал, а Бог, Он вчера, сегодня и вовеки, тот же Иисус Христос. Поэтому точно так же, как тогда Бог действовал в жизни этих людей, точно так же Бог будет действовать и в моей жизни. И очень важно, мы видим также, что через жизнь людей веры в Библии, через эти страдания какие-то, они смогли найти самих себя, смогли найти свое истинное Я, свою личность, свою идентичность. идентичность. А это очень важно. Если жить в этом мире, конечно же, можно жить просто постоянно, загружая себя какой-то работой, загружая себя, быть в этих проблемах, обстоятельствах, постоянно быть в суете в какой-то, постоянно работать, искать себе что-то, то есть убегать, можно так сказать, от себя, то, конечно же, можно так и всю жизнь практически жить, но все равно придет момент, будет приходить момент, когда мы будем понимать, что это не моя жизнь, это не то, как я должен жить. Поэтому очень важно, чтобы мы правильно понимали, почему проблемы какие-то приходят, почему Бог допускает что-то в мою жизнь, потому что Бог хочет, чтобы мы нашли самих себя, истинных себя в Боге, нашли мои вещи, то есть то мое, что Бог приготовил для меня, мое местодействие, то место, где Бог желает, чтобы я находился, и потому что на этих местах есть все те благословения, которые Бог приготовил также для меня. Поэтому мы говорим, что проблемы — это шанс получить благословение, шанс испытать Бога, то есть больше понять Бога, больше понять себя. Поэтому это путь благословения. Конечно же, у Бога есть видение и есть план в отношении всемирной евангелизации. И точно так же есть и отдельный план для каждого ремнета, для каждого человека. И как в отношении Иосифа, мы видим, что для Иосифа у Бога был план спасения Египта через Иосифа. И поэтому Он осознал, Он это понял, что Бог не просто так я пришел сюда, не просто так я в тюрьме нахожусь, не просто я попал в рабство. У Бога есть план. Какой план? Если я в Египте, значит, Бог хочет, чтобы Египет также услышал Слово Божье, также хочет, чтобы Египет получил спасение. Поэтому Он не не терял веру, Он не впадал в отчаяние, Он не впадал в какую-то депрессию. Он понимал, что почему Он находится здесь и что это просто путь. И поэтому Он отличался от всех тех людей, которые были рядом с Ним в рабстве. То есть Он не имел рабскую сущность и Он не имел мысли раба. Он точно знал, что Он служит Богу и что это место действия, которое Бог Ему доверил. Поэтому Он и преуспел, и поэтому Бог Его благословлял во всем. И поэтому люди видели, что Бог пребывает вместе с Ним. Точно так же и Бог желает и в сегодняшний день, и в эту эпоху действовать через людей и работать вместе с такими людьми, как Иосиф, которые понимают, что Бог не просто так открыл мне это Евангелие и у Бога есть план, и мне нужно следовать и искать не просто своего чего-то, а не просто то, что мир мне навязывает, то, что моя культура навязывает, и то, что моя семья может быть даже мне навязывать. Как и Авраам, он вышел из Ура Халдейского. Но довериться Богу, пойти тем путем, который Бог хочет, чтобы я шел. Бог, Он будет открывать, будет давать встречи, будет вести. Поэтому очень важно, чтобы мы не обманывались. Проблема в том, что мы обманываемся. Бог нас изначально призвал для того, чтобы через нас спасать этот мир. но проблема в том, что мы обманываемся этим миром, и мы становимся рабами этого мира, рабами культуры этого мира. И наши дети, наши потомки. Мы видим это через историю. Историю этого мира мы смотрим, историю церквей, смотрим Европу, смотрим Америку, разные страны. Мы видим, что через несколько поколений верующие теряют силу, и что те люди, чьи родители были верующими, и действительно, они, теряя веру, становятся даже противниками Бога. Поэтому первый пункт, который сегодня, это люди, которые находятся на местах действия, на местах, которые покрыты тьмой. И Иоанна, 8 глава, 12 стих, если мы еще раз прочитаем, там сказано, что Иисус им сказал, «Я есть свет миру, и кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это означает, что то, что Он говорит, что люди, так Он говорит, не будут уже, кто последует за Мной, не будут ходить во тьме. Это означает, что люди и этот мир, люди, они ходят во тьме. И откуда эта тьма, эта тьма пришла, когда мы посмотрим, например, Деяния, Бытие, 1 глава, 2 стих, там сказано, что земля была покрыта тьмой. И также о тьме, тьма, и что отождествляет, что означает тьма, это тот ангел, падший ангел, ангел, которого сотворил Бог, но который грехопал, и который и стал прообразом духовной тьмы, то есть он и стал по сути самой тьмой. Когда мы посмотрим послание к книгу пророка Исаии, там сказано, что «Как упал ты с неба, денница, сын зари, тот, который говорил сердце своем, что зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе сонми богов на краю севера и зайду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». То есть когда мы смотрим также Ефесянам 6 глава 12 стих, там сказано, что кто он есть, кто этот дьявол есть и против кого наша брань является. Это не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего. То есть он является, он, дьявол и те ангелы, которые последовали за ним, они являются мироправителями тьмы века сего, то есть правителями царства тьмы. И поэтому история мира, когда мы смотрим это, также пронизана действием дьявола. История мира, она пронизана действием дьявола, его искушением, его атаками людей. И как результат, что мы видим, Писание нам говорит, что тьма покрыла землю и тьма над народами находится. То есть он действительно действует и он обманывает и его желания, его действия. Это обмануть людей для того, чтобы они не знали Бога. Поэтому когда мы смотрим, что мир развивается, казалось бы, да, и в отношении много научных открытий, много чего узнали люди о том, как этот мир существует, какие основания этого мира есть. они это узнают, но проблема в том, что они не прославляют Бога этим даже. То есть эти знания, они, казалось бы, должны приближать людей к Богу, но очень часто и получается так, так как дьявол использует это, то эти знания они начинают отдалять от Бога, так как есть и теория эволюции и очень много разных. То есть эти все знания, эти все научные открытия, они их так используют, чтобы людей разрушать веру в Бога, чтобы люди верили, что они это обезьяны, чтобы что угодно. То есть они хорошие могут делать открытия научные, но они их интерпретируют и получают мудрость от дьявола. Поэтому мы видим, что кто есть этот, кто этот дьявол, кто есть это тот, который обманывает, тот, который обманул, искусил Адама и Еву, он пришел как в образе змея и из-за него Адам и Ева они вошли в непослушание, то есть они поверили словам дьявола, они искусились и нарушили те взаимоотношения с Богом, которые были, доверительные взаимоотношения, ту веру в Бога и последовали словам дьявола. И поэтому мы видим, как результат, мир находится в 12 проблемах, то есть эгоцентризм, материал-центричность, погоня за успехом, и так же, как результат, люди, хотя желая добиться этого всего, мы видим культуру тьмы, то, что и экономика, и политика, и все это находится внутри, покрыто тьмой, потому что люди используют различные методы, ходят к шаманам, гадания, какие-то экстрасенсы, очень много чего этого происходит. И культура мира такая и есть, то есть идет акцент на том, что нужно идти, нужно хорошо учиться, нужно получить хорошие оценки, нужно пойти в хороший университет, потом нужно найти хорошую работу, где ты будешь получать большие деньги, почему нужны большие деньги, потому что это твой статус, это твое положение, это власть, которая тебе также приходит. Поэтому люди всю свою жизнь они концентрируют вообще совершенно не на том, на чем Бог желал, а Бог желал, чтобы люди концентрировали себя, свою жизнь на служении друг другу, на поиске своего таланта, на том, чтобы узнать больше Бога, узнать в действительности этот мир, как Бог его сотворил, и как делать так, чтобы люди могли жить еще лучше, чтобы люди могли жить в гармонии друг с другом, с природой, с Богом. То есть люди живут совершенно не в том мире и не под тем законам, не под тем правилам, которые Бог заложил в основании этого мира. И поэтому мы видим проблемы в этом мире, и поэтому мы видим войны, поэтому мы видим катастрофы, кризисы, и техногенные, и природные. То есть абсолютно мир идет не в том направлении, не туда, куда действительно Бог желал изначально, чтобы Бог шел, чтобы этот мир шел. и чем больше люди, они стремятся, чем больше они стремятся и следуют этому миру, чем больше они стремятся получить все то, что навязывается культурой этого мира, тем больше приходят психических проблем. И даже когда люди используют медитацию, они через это также это становится ловушкой для них, потому что когда они делают медитацию, различные практики, такие духовные, которые так называются, даже не связанные, казалось бы, с религией, через New Age движение, это также становится каналом для злых духов, для демонов, для того, чтобы они могли проникнуть внутрь человека. дьявол это тот, который до конца преследует человека, до конца будет стремиться обманывать человека, до конца будет стремиться создать культуру и вести мир, для того, чтобы люди шли путем погибели, создавать такую культуру, чтобы люди шли и были противниками в Богу. Создавать культуру для того, чтобы была тьма, и чтобы никто не мог слышать и верить, не слышать Евангелие, не мог верить в Бога, и чтобы жили даже той жизнью, которая противна Богу и противоречит сущности создания и сотворения. Поэтому мы с вами призваны для того, чтобы быть чадами света, для того, чтобы жить в этом мире, не просто так жить, но для того, чтобы создавать культуру, создавать контент, который будет влиять на людей. Поэтому это действительно духовная война. Поэтому очень важно, чтобы мы не обманывались. Важно, чтобы мы не обманывались ни собой, ни культурой. Дьявол, он может давать что угодно. Он может давать даже какие-то хорошие, казалось бы, для нас вещи. Но целью его является обмануть. Целью его является, чтобы люди не знали Бога. Поэтому даже если что-то кажется правильным, но это то, что мешает людям узнать Евангелие, то это также исходит от дьявола. Поэтому нам с вами нужно знать, какие характеристики людей, которые живут во тьме. Если мы смотрим Евангелие от Иоанна, 8 глава, 15 стих, то мы увидим там, что когда Иисус Христос сказал, что «Вы судите по плоти, но я не сужу». И также 23 стих там сказано, что «Вы от нижних, а я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего». Потому что люди в этом мире обычно судят по плоти, живут по плоти и судят по плоти. и нам с вами очень важно, чтобы мы в своих мыслях держали. очень часто даже люди живут не тем, что даже есть, а что-то себе представляют, что-то себе представляют в отношении будущего. Но это не в хорошем смысле даже слова, а в плохом. То есть какие-то переживания, какие-то сценарии определенные, что-то себе представляют и уже живут в этом будущем, которое еще не наступило и которое не наступит, возможно. Но они уже переживают, они уже… Это, конечно же, связано с той сущностью, то, что Бог нас создал для того, чтобы мы видели, смотря в будущее, стремились к той картинке будущего, к тому видению будущего, которое Бог вместе с нами создает. Но так как мы отошли от Бога, то дьявол, он использует это для того, чтобы мы впадали в переживания, впадали в какие-то сомнения, неверия, и чтобы жили вот такой вот жизнью, постоянно в каком-то стрессе или сомнениях, либо же создав себе какую-то картинку, либо же мечту, которая в действительности является не тем, чего желает Бог, которая не приносит пользы или плода какого-то для Царства Божьего также. Поэтому нам очень важно с вами, чтобы мы не обманывались духовным, и в то же самое время, чтобы мы не просто жили и не как бы в наших мыслях, и не там, и не тут. То есть и не для Бога. Мы можем так жить, что у нас нет никакого видения от Бога, и в то же время и нет никакого видения от мира. Просто жить вот таком вот... Это тоже является обманом дьявола, когда люди просто так проживают свою жизнь. Потому что если кто-то просто так проживает свою жизнь, казалось бы, не имея ничего особенного, каких-то там целей, планов, видений каких-то, то это тоже его устраивает, потому что такой человек живет без особой пользы для Царства Божьего. И когда мы смотрим... Также 19 стих, там сказано, что «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца». То есть Иисус Христос говорит тут о знаниях, о определенном знании, духовном. То есть люди, которые находятся, живут во тьме, это те люди, которые судят по-плотскому и которые не знают Бога. У них нет духовных знаний определенных. И когда Иудеи его спросили, они ему сказали, «Кто есть ты?» Он им сказал, что «От начала сущий, как и говорю вам». То есть люди, которые... Мы смотрим Ветхий Завет, и когда мы смотрим уже в Новом Завете, то люди, которые даже слышали слова Иисуса Христа, видели те чудеса, которые Он делал, но несмотря ни на что, они не понимали, кто есть Иисус. И также, если мы смотрим Ветхий Завет, то есть все, что происходило в Ветхом Завете тогда, люди, которые не имеют точных духовных знаний, не имеют точного духовного понимания, они не могут правильно интерпретировать даже и Ветхий Завет. И как результат, Он им сказал, что так как вы не принимаете то знание, не принимаете тот свет, не принимаете то знание, то вы умрёте во грехах ваших. Если не уверуете, что это Я, то умрёте во грехах ваших. То есть те люди, которые... Люди почему находятся во грехах, почему находятся в проклятиях, потому что они не знают об Иисусе Христе, а если знают, то обманываются, и они не принимают. И 27 стих также сказано, что когда Он проповедовал им, что Он говорил им о Отце. Когда Он говорил о том, что пославший Меня, Он истинен, и что я слышал от Него, то я говорю «Миру». Это в 26 стихе. Поэтому люди даже слышат Слово, но они не понимают и не принимают. Почему? Потому что обмануты и пойманы на уловке тьмы. И сатана, он обманывает нас, он ведёт во тьму, вводит нас в тьму через заботы, через хлопоты этого мира. И когда мы смотрим Луки 11, глава 35 стих, там сказано «Итак, смотри, свет, который в тебе не есть ли тьма». Давид также, он говорил, молился к Богу, чтобы Бог на правильном ли путём я иду. И что он говорил? Что Слово Твое есть свет, стези Мои. Очень важно, чтобы мы проверяли себя. То, что мы имеем внутри нас, является ли это действительно светом, светом Божьим, тем светом, который Бог желает, чтобы мы этим светом наслаждались, и светом, который является светом миру и светом жизни. То, что... То есть, то внутри меня, моё я, моя сущность, держусь ли я за проблемы, какие-то проблемы, трудности, то есть, где моё мысль, моё сердце находится? В каких-то заботах, в трудностях, в переживаниях, либо же, я держусь за Бога и за Его свет. Вы точно должны быть уверены, что когда вы держитесь за Иисуса Христа и за свет, который Бог дал из Слова Его, то тьма естественным образом, она рассеивается, она уходит. То есть, просто нужно делать так, чтобы Слово внутрь нас входило. Для этого нужно читать Слово, нужно самому его провозглашать, те места из Писания, которые Бог Он даёт нам. И второй пункт сегодня — это те, которые верят в то, что Иисус Христос является светом мира и светом жизни. Те, кто верят в Иисуса Христа, они уже являются находятся в свете. И Иисус Христос, Он является светом Божьим и светом человека. И также сказано, что суд же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иисус Христос, Он является светом этому миру, Он является светом жизни. И в тот момент, когда мы принимаем Иисуса Христа, когда мы принимаем Слово Иисуса Христа, Слово Божье внутри себя, то в этот момент, это тот момент, когда тьма рассеивается, это тот момент, когда силы тьмы теряют силу, и когда мы восстанавливаем себя, свое сознание, свою идентичность, как чад Божьих, чад света, и мы уже становимся теми, которые не обманываются дьяволом. И 12 глава 46 стихом сказано, «Я — свет, который пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». То есть Иисус Христос для чего пришел? Для того, чтобы всякий верующий в Него, всякий, кто принял Иисуса Христа, уже не оставался во тьме, уже не обманывался тьмой, не обманывался действием дьявола. И Колоссянам 1 глава 13 стихом также сказано, «Избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего». То есть Бог, Он прислал Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы вывести нас из тьмы. И также 4 глава 16 стих Матфея там сказано, «Сказано, что народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и для сидящих в стране и тени смертной воссиял свет». Поэтому мы с вами являемся детьми света. Благословите тех людей, которые рядом с вами есть. Благословите их и скажите, «Вы есть чада света». Поэтому также 1 Фессалоникийцам 5 глава 5 стих сказано, что «Ибо все вы — дети света, дети дня. Мы не дети ночи и не дети тьмы. Мы все являемся детьми божьими и чадами божьими». И также Ефесянам 5 глава 8 стих сказано, что «Мы, которые некогда были тьма, теперь мы являемся светом». И Бог нас поставил как чад света. Иисус Христос — это свет этому миру. И мы — это те, которые как светильники. То есть этот свет, он внутри нас есть. И Он нас призвал для того, чтобы мы светили этим светом, для того, чтобы мы с вами сокрушали тьму. Потому что мы уже с вами не принадлежим ночи, не принадлежим тьме, но мы принадлежим Богу, и мы принадлежим истинному свету. Поэтому Иисус Христос... Потому что Христос — Он внутри нас. И поэтому 60 глава послания к Исаии сказано, что в первом и втором стихах «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». И почему это важно? Потому что тьма, она покрыла землю, и мрак, он покрыл народы. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, кто мы такие. А это можно, если мы действительно будем начинать со Слова Божьего, и понимать, чтобы через чтение Слова Божьего, когда мы будем это читать, когда мы будем в это вникать, мы будем точно верить и точно понимать, что мы есть роды избранные, что мы есть царственное священство, что мы есть народ святой, мы люди, которых Бог взял в дело свое для того, чтобы через нас возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный Божий свет, то есть возвещать любовь Божью, возвещать мир Божий, возвещать мудрость Божью, наслаждаться этими всем и плодами Духа Святого, быть источниками благословения для этого мира. И Деяние 26 глава 18 стих там сказано, что Бог он посылает, чтобы открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу и верую. Это то, что Иисус Христос, Он сказал, когда явился Петру, то есть Он сказал, что Я посылаю тебя для того, чтобы открыть глаза этим людям, для того, чтобы они перешли от власти сатаны к власти под Бога и верую, получили прощение грехов и участие с освященными. То есть Бог призвал Павла. И точно так же Бог, Он обращается через Слово Свое к нам. Он хочет, чтобы мы стали теми людьми, которые наслаждаются светом, которые наслаждаются благословениями Божьими, которые этот свет и эти благословения, как те, которых Бог посылает на место действия, чтобы мы эти благословения и свет этот, чтобы сиял через нас на эти все места действия поэтому я благословляю вас, чтобы вы наслаждались этими благословениями знали, что вы являетесь чадами света что вы являетесь источниками благословения для этого мира поэтому также важно, чтобы мы точно так же смотрели на самих себя, чтобы мы смотрели тот свет, который мы внутри имеем, свет ли Божий это? То есть те знания, то, что мы передаем, то, что мы имеем внутри нас, и то, что мы... То есть что есть тот свет, которым мы сияем на людей? Чем мы освещаем людей? Чем я наслаждаюсь в жизни? В чем я нахожу силу? Не является ли мой свет тьмой действительно? То есть не проникает ли тьма в мои мысли и в мои чувства, в мои желания? И не проходит ли это все через меня на других людей, на моих детей, на мое следующее поколение? И даже если мы обнаружим, что да, есть что-то так, то это тоже не нужно отчаиваться. Это означает, что нам еще больше нужно вникать в Слово Божье. Нам еще каждый день действительно начинается со Слова и молитвы, испытывать, приходить к престолу благодати, испытывать Слово Божье, чтобы Слово Божье, как живое, оно и живое действие, чтобы оно очищало меня, чтобы я получал исцеление. Потому что Слово, оно и Дух Святой внутри меня, Он покажет, что есть внутри меня. То, что Бог... То, что от Бога, то, что не от Бога. То, что является моими какими-то мыслями или чем-то моим, или какими-то стандартами этого мира. Поэтому давайте проверим в эту неделю, что есть внутри меня. Тот свет, который внутри меня, не является ли это тьмой. Поэтому также давайте помолимся, держась за эти темы молитвы. Давайте помолимся, чтобы через меня и через мою семью тот Божий план и Божий завет, за который мы держимся, чтобы Он передался людям и чтобы семерная евангелизация совершалась через меня и через мою семью. Чтобы Бог открыл нам духовные глаза, чтобы мы наслаждались тем светом и могли сиять светом на людей.